Если хотя бы один разочек ты играл или играла в Майнкрафт, поставь лайк, левые ручки за 3 секунды, я посчитаю. Раз, два, три, то постави лайк, умничка! Всем привет, ребятки, с вами как всегда Алплей и добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с вами поиграем в очередные мобильные игрушки, будет у нас крутейшая подборка, все мобильные игрушки будут похожи на Майнкрафт. Мы с вами начнем с игрушки под названием Крафтсман. Здесь, друзья, мы с вами уже продолжаем выживать, по-моему, второй или третий день. Выживаем мы с вами на необитаемом острове. Тут у меня есть уже немножечко ресурсов, правда, один разочек меня уничтожили злые пауки, поэтому я погиб и вот заново возродился возле вот этого вот нашего верстака и нашей печки. Как раз-таки здесь у нас и получается точка сохранения. Ребятки, если сейчас я найду то тело свое, ну а вот оно скорее всего, что видите, тут лопаты всякие валяются, ножницы, булыжники и все остальное. И сейчас, ребята, с помощью вот этих вот наших инструментов мы с вами попробуем немножечко обжиться. То, что это необитаемый остров, вам, наверное, будет видно. Видите, вокруг у нас только одна вода, ничего больше нет. Есть, правда, пару островочков, на которые мы с вами сможем перебраться и при необходимости можем затариться какими-то ресурсами. Ну а теперь, друзья, давайте по Барику посмотрим, что тут у нас уже есть. Есть у меня тут каменный инструмент, есть у меня тут ножницы, которыми я могу, в принципе, остричь уже барашку, ребятки, да. Вот смотрите, мы барашку остригли и сколько блоков у нас теперь будет шерсти? Один блок шерсти. Тут вот у нас еще одна барашка есть. Давайте мы ее еще тоже остригем и еще два блока шерсти, да. А, даже три. Все, ребят, у нас с вами есть уже кроватка, это хорошо. Теперь с помощью кроватки мы с вами сможем себе спать, когда наступит у нас ночь. На нашем острове много различных еще есть животных, также выросло уже одно дерево, это березка. Вот у меня тут еще саженец дуба есть, то есть древесинки мы с вами будем обеспечены. Так, едой, я думаю, что тоже мы с вами будем обеспечены. И есть у меня еще, ребята, вот тут вот прикольная шахта. Кстати, я вижу сдалека крепака, давайте мы, наверное, с вами этого крепака сейчас уничтожим, чтобы он случайно не взорвался возле нас. Вот, сейчас мы его, ребятки, с вами по Барику копнем и дальше будем продолжать наше выживание. Вот тут вот, кстати, один крепак взорвался ночью, когда я тут старался собирать ресурсы, он там взорвался, ребята, и вот видите, такой вот немножечко разворочил там все. Так, сейчас мы его вот так вот пару раз ударим, ну, раза два или три, по-моему, нужно его ударить этим мечом. Ну, вот, все, мы его с вами, ребята, копнули, правда, он все равно взорвался, но ничего страшного, зато мы с вами можем пособирать вот эти вот блоки песка. Песок нам пригодится для того, чтобы делать окна, поэтому уже, в принципе, крепак нам немножечко помог. Так же, ребятки, есть вот у нас шахта, про которую я вам говорил, и в этой шахте мы с вами уже добывали железо, видите, тут у меня есть два слитка железа и ножницы. Это я уже в предыдущий раз, да, в предыдущем выживании делал. Давайте сейчас мы с вами еще вот этого паука завалим, потому что я хочу сделать удочку, а для удочки мне нужна будет шерсть. Так, нету, в этого паука ничего не выпало, тут еще есть какие-то злые монстры, которых можно было бы побить или же нет. Тут вот, видите, наша шахта, в которой мы с вами добывали железо, вот, мы с вами низ опускались, довольно-таки глубоко вниз, и там у нас есть возможность добыть железо, и там у нас еще много других ресурсов тоже будет, много других инструментов мы с вами сделаем, но это чуть-чуточку попозже, нам нужно будет эту шахту разработать. Пока что у меня просто не хватает сил и не хватает времени. Глядите, у нас еще одна барашка нарисовалась, было тут две барашки, белая-черная, и тут и стала еще и серая какая-то, прикольно, наверное, это их ребеночек. Сейчас давайте мы этого паука с вами бомбанем разочек, блин, все, ребята, он походу погиб, этот паучара, потому что он свалил в воду. Так, ребятки, вот тут вот мы с вами и продолжаем наше выживание, давайте я, наверное, еще вот эту, может, знаете, кого кокну, вот эту вот еще курочку, чтобы у меня было что поесть. И сейчас я еще кокну вот этого паучка, и сюда, лично паука мы с вами кокнули, что-то с него выпало. Или же нет, нет, ребят, с него ничего не выпало, но ничего страшного, зато у нас много уже других ресурсов есть. Вот видите, у нас тут есть уже каменные инструменты, как я говорил, несколько слитков железа, уже есть еда, и есть у нас тут тоже пару блоков дерева. Также у нас тут один факел пока что есть, нам нужно будет чуть-чуть побольше факелов сделать, потому что тут нужно будет спускаться туда вот в пещеру, и там все эти факела нам пригодятся. Вот такое вот выживание в игрушке под названием Крафтсман, ребятки, если вам понравилась данная игрушка, ставьте лайк, и я продолжу тут выживать в следующий раз. Следующая наша, ребят, с вами игра называется Крафтмастер, и тут у нас рандомно есть только три мира, в которых можно играть. Давайте мы с вами выберем последний мир и заценим его, вообще посмотрим, что это за мир, что это за игрушка, какие тут монстрики, на кого они похожи, ну и вообще на что похожа эта игра. Так, с самого начала, ребята, получается, что мы с вами где-то были, мы с вами в дереве заспавнились или что? Короче, мы с вами заспавнились на какой-то местности и сразу начали погибать. Ну, вроде как, вроде как игрушка загрузилась, и вот мы с вами находимся в каком-то лесу. Итак, рандомно нам с вами дается меч 1, 8 факеловек, 32 блока яблони. Это, ребята, наверное, прям для самого начала, чтобы мы с вами могли хотя бы что-то сделать, да, хотя бы что-то построить. Тут у нас есть вот такая вот территория, ничего пока что тут нету, плохо, конечно, что нет у нас тут ни одной деревеньки, потому что в деревне много можно ресурсов раздобыть. Здесь вот, как вы видите, ребята, ресурсов немного, у нас тут только деревья и сухая трава, сухая земля. Нам нужно найти какую-то, наверное, подходящую местность для того, чтобы там построить свой домик и тоже начинать выживание. Либо, ребята, у нас должна быть такая территория с хорошим обзором, потому что тут, видите, если я хотя бы чуточку отойду от своего домика, то потом будет его довольно-таки проблематично найти. Поэтому, чтобы этого не произошло, нам с вами нужно будет как-то обозначать территорию, либо хотя бы какими-то факелами себе дорожку простраивать, ну и желательно найти местность, такую более плоскую, где можно было бы выживать. Тут у нас что есть? О, ничего себе, ребятки, глядите, я нашел какой-то... Что такое вообще? Я нашел, короче, какой-то храм, и тут вот у нас сундук есть. В этом сундуке есть что-то есть? Могу я уже прямо отсюда раздобыть его? О, могу, глядите, тут только лимона есть, и есть у нас тут 8 ниточек. Ничего себе, ребятки, мы с вами, возможно, даже здесь где-то и будем выживать. Знаете что, давайте мы с вами пабрику сделаем? Как тут нам верстак-то делать? Сейчас я разберусь. А, вот как верстак нам делать. Так, сделали мы с вами верстак, теперь мы с вами с помощью верстака можем сделать себе кирку. Давайте мы с вами для начала, наверное, все-таки палочки раздобудем, да. И теперь мы с вами сделаем себе кирку деревянную, для того, чтобы можно было с помощью этой вот деревянной кирки, ребята, нам опуститься пониже вот сюда, да. Сейчас мы с вами пару блоков, наверное, булыжника соберем от этого. И он нам пригодится, эти блоки булыжника, да, для того, чтобы в дальнейшем выживать. И будет у нас своего рода уже дорожка. Вот такая вот тропинка, по которой мы с вами сможем спуститься вниз и вообще заценить, что это у нас такое за храмчики такие. Так, тут у нас есть какие-то дорожки. Куда они ведут, пока непонятно. Можно нам чуть-чуточку это все осветлить. Ого, ничего себе, ребят, мы с вами нашли какой-то лабиринт, походу. Так, ну а что тут есть вообще? Ой, еще один сундук я нашел. Лопата у нас поломанная, семена какие-то есть и кирка. Железная лопата, железная кирка, но немного, конечно, сбитые они, да. Да, то есть немножко ими уже поработали. А тут еще что-то есть, что ли? Так, тут нету ничего. Значит, факел давайте мы с вами заберем. Он нам пригодится и разворачиваемся в другую сторону. Идем. Ну вот, в принципе, уже кое-какие ресурсы мы тут с вами раздобыли. Вот это вот довольно-таки неплохая территория. В принципе, мы с вами можем сделать тут своего рода небольшой такой как бы домик себе, да. Можно будет нам сделать подземелье. И тут вот в этом домике себе выживать. Тут комнат довольно-таки много. Единственное, что нужно будет сверху сделать такие прикольные ступеньки, чтобы можно было сюда опускаться. Да, ребятки, наверное, здесь мы с вами тогда и начнем наше выживание. В следующий раз я тогда уже зайду сюда. Вот, и приступим к прям полноценному нашему выживанию на вот этой вот территории. Третья наша с вами игра называется Earthcraft. Это у нас тоже получается уже второе выживание. Первый раз, ну не второе выживание, а второй день выживания. Первый раз, когда мы тут заспавнились, я нашел вот эту вот территорию. Мы вообще с вами были где-то там вот внизу. Но я решил подняться чуть-чуточку повыше, чтобы у нас тут был более-менее человеческий обзор. И решил, что здесь вот мы с вами будем выживать. К сожалению, никакой деревни пока что тут нету. Но если мы с вами тут построим нормальное себе хозяйство, то можно будет отходить чуть-чуточку подальше и все-таки искать деревни. То есть, самое основное, что мне нужно делать, это как раз-таки подготовиться к наступлению ночи. Итак, ребятки, первое, что нам нужно делать, это, конечно же, сделать деревянные инструменты, хотя бы деревянную кирку. Ну и можно, наверное, деревянный топор все-таки сделать. Теперь с помощью... А, давайте еще деревянную лопату тоже сделаем. Теперь с помощью этих деревянных ресурсов мы с вами можем себе затарить других... Ой, говорю деревянных ресурсов. Деревянных инструментов можно нам будет с вами затарить других ресурсов. Самое основное, сейчас я, наверное, добуду уже пару блоков угля, чтобы можно было нам покила сделать, потому что наступит ночь, и тут по-любому будут злые монстры спавниться. Так, территорию мы с вами немножечко осветлили, как я и говорил. Теперь на наступление ночи нам, в принципе, не будет такое страшное. Теперь давайте еще мы с вами, наверное, наберем себе немножечко еды. Пару курочек, пару свинюшек нам нужно будет приговорить. Благо, что их тут довольно-таки много. Пожарить побольше мяса. Ну и ждать, в принципе, наверное, ночи. А уже со следующего утра стараться искать железо. И стараться, ребята, наверное, уже делать кроватку. Потому что пока что будет все печально. Если мы с вами сейчас не добыли бы железо, ой, говорю железо, не добыли бы факелов, не добыли бы еды, то нам бы был бы трындец. Тут было бы темно, и нас по-любому бы уничтожили. Поэтому очень хорошо, что мы с вами хотя бы что-то, но имеем. Конечно, можно было бы сделать что-то наподобие убежища, да. Там, например, вырыть какую-то яму и там схорониться. Но это, конечно же, для нубиков. Мы с вами уже профессионалы, поэтому будем выживать вот так вот на открытой местности. Ну что ж, ладненько, ребятки. В следующий раз зайдем в эту игрушку и продолжим наше выживание. Наша с вами, ребятки, следующая игрушка называется Blockraft 3D. Тут мы с вами продолжаем постройки различных зданий. Тут у нас есть возможность выбирать те здания, которые мы с вами будем строить по уровню. После постройки этих зданий мы с вами зарабатываем опыт и зарабатываем экспириенс. К примеру, когда построим мы с вами вот этот вот домик, тогда и получим первое вознаграждение. После этого, после того, когда мы с вами в уровне будем расти, у нас будут открываться новые постройки, у нас будут открываться новые различные здания, и мы с вами обратно же должны их будем строить. Тут можно строить вот так вот по блокам, все кликая, либо мы с вами можем просто за денежки в один клик это все отстраивать. Конечно же, денежки нам еще пригодятся для покупки новых блоков, поэтому особо их мы с вами разбазаривать не будем. Что можно будет построить руками? Будем строить руками. Что нельзя будет построить руками? Тогда, наверное, мы с вами уже воспользуемся деньгами. Вот смотрите, мы с вами строим первую мастерскую. За эту мастерскую сейчас мне заплатят что-то и дадут немножечко опыта. Я пока что первого уровня, поэтому очень важно, чтобы мы с вами подняли хотя бы второй уровень. Тут видите, после каждого уровня у нас открываются какие-то новые строения Видите, вот это первый уровень, там дальше пошел второй уровень, третий и так далее То есть если мы с вами откроем второй, третий, четвертый и так далее уровни То у нас тут очень много различных построечек откроется Так вот, ребятки, поэтому мы с вами должны строить самые примитивные пока что построечки Зарабатывать экспириенс, переходить на новые уровни И тогда у нас будет очень много всего прикольненького Игрушка, наверное, понравится тем ребятам, которые больше любят строить в Майнкрафте, чем выживать Ну и вот, пожалуйста, мы с вами построили первую мастерскую Заработали немножечко, ребята, денежек И теперь у нас, наверное, откроются новые уже постройки, что ли А нет, нам предлагают еще построить вот эту вот хижину И за нее мы с вами получим обратно 30 монеток и 250 тысяч экспириенса Ну а теперь давайте поиграем игрушку, которая у нас называется Realm Craft Здесь мы с вами продолжаем выживание в деревне И тут я немножечко уже, ребята, лутанул пару сундучков Видите, сколько всего я тут уже раздобыл Это все, ребят, я нашел в сундучках в деревне Теперь нам нужно выбрать с вами именно место Или местность, где можно было бы выживать Я думаю, ребят, что мы с вами чуть-чуточку подальше Где-то должны от деревни отойти К примеру, вот там вот территория, с другой стороны речки Я думаю, что очень даже подойдет Мы с вами потом сделаем тут полноценный мостик И можно тут будет через этот мостик перебираться Именно в деревню и там себе там собирать какие-то фрукты, овощи Ну и, возможно, помогать нашим местным жителям Уничтожать злых мобов Так что, ребятки, вот где-то здесь, я думаю, мы с вами наш домик и поставим Итак, самое основное, что нужно будет делать Это давайте мы с вами, наверное, повыставляем все вот эти вот печки Верстаки и все остальное Верстак сюда мы поставим Рядышко можно поставить сундук И в сундук можно посбрасывать все-все самое ценное, чтобы его не потерять Так, семена все посбрасываем Доски, ой, блоки нам еще понадобятся Ну, елку, в принципе, можем оставить Так, ребятки, теперь давайте с помощью верстака нашего Мы с вами разочнем немножечко досок Так, теперь разочнем немножечко палок И выполняем еще часть задания Прикольно Так, доски мы с вами все, походу, расшили Да, доски все расшили Сейчас еще чуть-чуточку палочек давайте разочнем И посмотрим, что тут у нас со следующими заданиями А, глядите, мне нужно сделать деревянный топор Ну что же, нужно сделать топор Давайте тогда его создадим Следующее задание, что-то мне нужно будет сделать Деревянная лопата И, скорее всего, ребята, что деревянная кирка Сейчас я как раз-таки это все и сделаю Давайте посмотрим А, еще и мотыгу деревянную тоже предлагают сделать Ну ладно, давайте еще мотыгу тогда сделаем Все-все, из дерева нам предлагают сделать Мы с вами, видите, зарабатываем деньги И зарабатываем тоже опыт Следующее, мне нужно будет раздобыть немножечко блоков булыжника Ну, в принципе, можно следовать вот этим вот рекомендациям И выполнять задания Это нам будет способствовать и выживанию И тому, что мы с вами будем собирать ресурсы Так, где бы нам с вами, ребят, добыть булыжник Желательно найти какую-то шахту О, вот я шахту, в принципе, уже и нашел Тут мы с вами будем добавить, наверное, булыжники Все остальные ресурсы наши Все, что нам нужно будет Так, давайте один блок доберем И сразу, в принципе, выполним еще одно задание Отлично, теперь мне, наверное, нужно будет печку сделать Да, видите, теперь мне нужно сделать печку Для того, чтобы сделать факела Либо мне нужно просто каменный уголь раздобыть И тогда можно тоже будет сделать факела Сейчас я, в принципе, и булыжника чуть-чуточку раздобуду И чуть-чуточку эту территорию расширю Чтобы мы с вами видели, что там находится внизу Возможно, там у нас будет какое-то железо Либо еще какая-то оруда, которая нам пригодится Поэтому желательно шахту, конечно же, разрабатывать Итак, тут вот у нас, смотрите, еще какие-то блоки новые стоят Ого! Я давно не заходил в Реалмкрафт Поэтому чуть-чуточку, ребята, удивляюсь всем вот этим вот блоком Очень прикольная игрушечка Очень прикольная графика в данной игры Она, в принципе, похожа на Майнкрафт Но именно блоки и все остальное Прорисовка у нас не такая, как в Майнкрафте Так, собираем все эти блоки булыжника Этого нам, в принципе, пока что и хватит Теперь возвращаемся, наверное, к нашему верстаку И сделаем печку Потом сделаем мы, наверное, знаете что? Мне желательно еще блоковую пару дерева собрать Давайте, наверное, вот этот вот мы с вами срубим Ой, что я не могу выплатить, что ли? Вот этого дерева мы сейчас с вами срубим И сделаем тогда с него древесный уголь И можно нам будет сделать уже факела И задание мы с вами выполним И чуть-чуточку тоже территорию себе осветлим Главное, ребята, нам тут с вами выполнять все, что нужно Все вот эти вот задания, которые нужно последовательно Да, одно за другим И будем мы с вами зарабатывать деньги Потом, если нам, например, нужно будет что-то выкупить Тут как раз-таки за эти деньги Можно, к примеру, там будет купить золотую кирку Либо алмазики какие-то выкупить Либо еще там что-то То есть все вот это вот можно прикупить нам будет за деньги Поэтому деньги очень важны И поэтому очень важно выполнять именно задания Так, возвращаемся назад Тут у нас получается уже вот наш верстак Давайте сделаем и тогда печку Закинем, чтобы у нас уголечки плавились И будут у нас тогда уже и факела Так, печка у нас вот она Создали мы с вами печку Так, где-то она Ой, что это, ребята, я Что, я не сделал печку, что ли? А, ой, подождите, ребятки Что это я печку не сделал, что ли? А где это мой верстак? Этот верстак? Инвентарь А, вот мой инвентарь Хорошо, печку я сделал Теперь сюда мы с вами закидываем тогда пару блоков дерева Ну и сюда нам с вами можно все деревянное Вот эти вот елку закину Деревянную мотыгу Она нам не нужна Деревянную лопату И все-все-все деревянное Ну что ж, ребятки Вот такое вот выживание в игрушке Под названием Realm Craft Если нравится игрушка То продолжу я тут выживать Шестая наша игрушка Уже называется Loki Craft Тут есть у нас уже печка О нет, печки нету Здесь у нас есть верстак И есть у нас кроватка Я в предыдущий раз Добыл пару блоков шерсти И сделал уже кроватку Теперь мы с вами можем добывать уже булыжники Делать каменные инструменты Из деревянных инструментов у нас есть меч И есть у нас вот деревянная кирка Давайте мы с вами переберемся на другую сторону И как раз таки вот здесь На этой вот другой стороне И попробуем добыть Во-первых, блоки булыжника нам нужны будут Ну и, конечно же, попробуем добыть еще вот этого Каменного угля Для того, чтобы сделать уже факела Оно нам все пригодится Поэтому мы с вами все его и добываем Это хорошо В принципе, тут в Loki Craft Очень удобно выживать Много ресурсов есть Тут возле нас, в принципе, вообще просто идеальное место Для выживания Я как раз таки Поэтому тут и остался Можно нам было, конечно, деревню какую-то найти Но, возможно, мы с вами потом еще новую карту создадим В Loki Craft И будем выживать себе в деревне Либо там будем выживать на скайп-блоке Но пока я хочу просто повыживать Потому что я очень давно не выживал в Loki Craft Так, сколько тут у нас чего уже собрано Блоков булыжника у нас есть 10 Угольков у нас есть 6 То есть я думаю, что тут мы с вами уже 100% сможем сделать Факелан Сможем сделать печку Для того, чтобы пожарить себе мяско Также можно будет, наверное, нам сделать мотыгу И где-то рядышком уже начинать огородик строить Чтобы постоянно не уничтожать Всяких там барашек, свинюшек и тому подобное И ужинность, да Мы с вами можем, в принципе, поставить себе полноценный огородик Так, пока этих блоков, я думаю, мне более чем хватит Желательно, знаете что, ребятки Желательно нам тут мостик сделать Потом через вот этот вот, через речку Чтобы мы с вами прям сразу же туда вот перебирались По мостику и там добывали себе ресурсы Это будет чуть-чуточку попозже Пока что у меня чуть-чуточку другие планы Итак, делаем мы с вами печку для начала Печку сюда вот ставим В печку мы с вами закидываем вот эти вот три кусочка баранины И сюда давайте мы с вами закинем деревянные Ну, деревянный можно меч нам закинуть Деревянную, в принципе, кирку можно закинуть Да, и все С помощью верстака мы с вами можем сделать уже себе каменную кирку И, в принципе, каменный меч можно сделать Хотя нет, давайте сделаем, наверное, каменный топор Чтобы мы с вами булыжник добывали О, еще и хватит на каменный меч Отлично, каменные инструменты тоже у нас уже есть Еда у нас тоже, в принципе, с вами, ребятки, уже есть. И теперь реально можно начинать выживать. Прикольно, ребятки. Очень все у нас тут хорошо получается. Очень все хорошо складывается. Сейчас еще побольше сделаю факелов, чтобы у нас тут еще территория была. Такая более-менее осветленная. И можно тут уже, наверное, начинать приступать к построечке нашего домика. Тут где-то здесь вот на возвышенности я этот домик, наверное, и построю себе, чтобы мы с вами, ребята, сдалека все видели. Вот такое вот выживание, ребята, у нас в игрушке под названием LokiCraft. Привет, последняя игра у нас называется, ребята, Multicraft. И тут, друзья, мы с вами тоже уже затарились немножечко ресурсами. Забрались мы с вами на довольно-таки высокую местность. И тут, мне кажется, будет тоже довольно-таки прикольно выживать, потому что здесь вот мы с вами расчистим вот эту вот всю территорию, вот эти вот все деревья мы с вами срубим. Листва сама потом попадает, расчистим мы с вами вот эту вот территорию и будем себе тут жить, поживать, добра наживать. Как раз-таки вот здесь вот, на этой вот горе я и хочу сделать себе домик. Поэтому для начала нам нужно будет с вами сделать, конечно же, верстак. Вот, и сделать прям сразу же, ребята, уже деревянный топор. И начинать вот это вот дерево собирать. Потом мы с вами с помощью этого дерева сможем себе сделать домик. То есть на вершине у нас с вами будет деревянный домик. Пока что нам нужен просто деревянный топор, который мы с вами будем орудовать. Кстати, можно будет, наверное, еще деревянную кирку сделать, добыть себе немножко булыжника. И потом, ребятки, все-таки сделать, мне кажется, инструменты нужно будет из камня, потому что из дерева они будут довольно-таки, ну, ветхие, да, они не будут прочные, поэтому нам нужно все-таки будет сделать из камня эти инструменты, но это будет чуть-чуточку попозже. Давайте для начала мы с вами поубираем вот эти вот деревья, которые прямо возле нас находятся, и тут вот будем потом чуть-чуточку эту территорию зачищать. Можно, конечно, было бы эти деревья поджигать, но у нас, к сожалению, нету огнева, если было бы огнева, мы с вами эти бы деревья поподжигали, они бы себе просто-напросто сгорали. Но пока есть что есть, поэтому будем собирать древесинку, хотя и древесинка нам тоже пригодится, друзья, потому что домик нам желательно из чего-то все-таки строить. Вот листва сама опадает, и вот мы с вами можем, в принципе, даже вот эти вот саженцы подбирать. Так, собираем еще один этот блок, вот мы с вами и древесинки немножечко натарили, да, и территорию нашу, можно сказать, расширили. Так, у нас тут теперь уже темно, друзья, будет, поэтому мы с вами просто обязаны сейчас сделать побольше еще факелов и еще больше осветлить эту территорию и ждать наступления уже следующего дня. Когда уже наступит следующий день, я думаю, что тогда, ребята, мы с вами уже начнем постройку своего домика и начнем собирать себе еще побольше другой еды. У нас пока что всего-то навсего только грибочки есть, но этих грибочков на первое время мне, думаю, хватит. Наша с вами следующая игра называется уже Локи Крафт 2, и я тут продолжаю искать местность для того, чтобы мы с вами начали выживать. Я сделал уже очень много деревянных инструментов, добыл уже тут еще ресурсов кое-каких, к примеру, тыкву, и все, не могу найти деревню. Я хочу найти деревню как раз-таки возле деревни, ребятки, выживать. О, наконец-таки нашел, да, очень долго, ребятки, я тут ходил, очень долго искал деревню, и вон она, наконец-таки я ее нашел. Это хорошо. Сейчас мы с вами возле той деревни будем обживаться, сделаю себе там домик, ловушки различные, поделаю. И будет у нас все круто, наконец-таки у нас все получилось. Глядите, какая крутая деревня. Я думаю, ребят, что мы потом ее обнесем каким-то заборчиком, либо чистокольчиком, накрафтим тут много-много железных големов, которые будут защищать нас и местных жителей. Ого, тут у нас еще и шахт довольно-таки много есть, то есть ресурсами у нас тут проблем тоже не будет. Вот у нас, смотрите, еще есть. Давайте мы здесь пока недалеко отошли. Добудем каменного угля немножко для того, чтобы факела поделать. И также добудем еще пару блоков булыжника для того, чтобы можно было сделать уже, ребята, нам каменные инструменты. Потому что деревянные инструменты довольно-таки долго это все добывать. Тут то медь вряд ли добавят, ну, может какого-то нового моба нам подкинут, чтобы мы с вами его заценили. Так, выбираемся отсюда и идем опять же в сторону, как я и говорил, нашей деревни. Вот она, ребята, вот эта деревня, вот тут местные жители тусят. И вот, смотрите, тут у нас есть немножечко еще различной еды. Тут у нас посажены, смотрите, что посажено. Тут у нас посажена пшеница, тут у нас посажена картошка и, скорее всего, что еще морковка и свекла может быть. Так что, ребятки, с голоду мы с вами не пропадем. Отлично, деревня очень прикольная. Я думаю, ребятки, что где-то здесь, в этой вот деревне, мы с вами и начнем наше выживание. Выживать мы с вами будем уже со следующего ролика. Ну, а пока что, ребята, на этом все. Если вам понравились сегодняшние игрушки и сегодняшний ролик, поставьте лайк, кто этого еще не сделал. А также подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. С вами же был, как всегда, Allplay. Всем удачки и всем пока!